МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите охэтым выпуском. Употрымку медика, уследшая передали компьютерную технику Гомельской больницы худкой допомоги. Право на безпеку. Сегодня у Гомеля отбылась промая телефонная линия по пытанне хаховы працы. История великой перемоги у особах. На фасаде шмат поверховки у Гомеля створили портрет Емельяна Барыкина. А зараза б гэтым иншим, больш подробязна. От проблем с усветной экономикой до пытания модернизации национальной медицины. Президент краины сегодня наведал бобруйское предприемство «Славянка». Традиционно такие поездки гэтая шеи макчымасть ревизии экономики региона. Першым чином керавника державы цікавить ход поселной кампании. А внутренняя экономичная безпека экспортной Беларуси непарывно связана с умовами на сусветных рынках. Зараз не простый час для усех, а ле поступова барьеры у Гандли починаюць здыматься. Политика экономичного дистанциавання не працуя, и усе больш краин здымае обмежаванне, навод у складанных эпидемичных умовах. Чтобы ты не успокаивался и не думал, что из-за психоза какого-то мы должны где-то скостить требования или упростить требования к вам, этого не будет. Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят. Несмотря на смертность там 400-600 человек в сутки, Европа поняла и начала открываться. Поэтому в течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Предприемство «Славянка», якое наведал президент, один из наибуйнейших вытворцев в опродке в Беларуси. В середине лютого тут почали выраблять сродки индивидуальной обороны. До красавика поспели пошить 3,5 миллионы масок. Зараз тут что день выпускают не менее, как 150 тысяч этих вырабов. А кроме того, на славянцы освоили вытворчасть одноразового оденья для медицинского персонала, ахоуных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукауников. Громадство выказывает подяку тем, кто в эти дни працует в самом напруженном режиме, ахверовывая собой, деля выратывание жития и здоровье інших. Во умовах пандемии коронавируса, медицинские работники демонструют наивысший профессионализм и отказность. До марафона допомоги установа «Маховы здоровья» долучилось управление Следующего комитета по Гомельской области. Сегодня его супрацовники оказали подтримку Гомельской городской клинической больницы худкой медицинской допомоги. У распоряджения супрацовника установы переданы 90 компьютеров. Они находились в фонде вызволенных материальных ресурсов комитета. Про допомогу специалистов вся секретная информация выдалена без махчимости одновления. При этом стан техники выдатный. Сегодня мы передали городской больнице скорой медицинской помощи 90 компьютеров из фонда высвобождаемых материальных ресурсов управления Следственного комитета. Надеемся, что переданная компьютерная техника поможет оптимизировать деятельность медицинских работников. Для установок «Овы здоровья» такие подарунки вельми доредше. Компьютеры, необходимые для регистрации, записи пациентов и инших важных операций. От лица и администрации, и коллектива всего учреждения нашего я, конечно, выражаю огромную благодарность управлению Следственного комитета по Гомельской области за такой широкий жест благотворительный. Этот жест очень хорошо впитывается в республиканскую программу информатизации системы здравоохранения и позволит нам, однозначно позволит нам в ближайшее время повысить качество информационной работы как с населением, так и с сотрудниками, оперативность оказания медицинской помощи, ну и оформление соответствующих документаций в электронном виде, конечно же, и взаимодействие с другими органами республиканских органов управления. Гэтым жестом доброчинная деятельность гомельских следших не обмяжовывается. Правсоюз управления пераличил сродки Республиканскому центру организации медицинского реагования. У ближайших планах передать гроши Министерству охого здоровья для проведения санитарно-супротепидемичных мероприемствов. С клопотом об человеку працы сегодня у Гомельским областным объединениям профсоюзов отбылася пресс-конференция. Головная тема – оказание допомоги у складанной эпидемиологичной ситуации. На сустрече с представниками СМИ огучены основные показчики, які репрезентують проведенную у регионе работу. Вядомо, что усегали новые комитеты в области оказали допомогу на 242 тысячи рублев. Гроши выдаткованы на сродки индивидуальной аховы. На этом тэдне профсоюзы окажут підтримку 13 больницам региона. Мы считаем наше глубокое убеждение, что в настоящее время помощь должна направиться в первую очередь медицинским работникам. Они являются теми людьми, которые сейчас в настоящее время сталкиваются напрямую с людьми, которые подверглись данному заболеванию. Я думаю, что это правильно. Але не толькі пандемии была прысвечена сёняшня пресс-конференция. Представники областного объединения профсоюза уповедомили об организованных до 1 мая творчых конкурсах. Так само усіх жадаючих закликаюць принять у делу промой телефонной линии, якая отбудзіца у худким часе. За подробязностями сачыця на сайте областного объединения профсоюзау. Першопочатковая хваля паніки перед коронавірусом стіхла. Людзі пристосаваліся до життя у новых умовах. У аб'єктах гандлі ўжо увайшлі узвычку, што дзённая дезінфекція поверхняў і використання сродкаў індвідуальныя абароны – масок і пальчатак. Перед початком працы супрацовнікі праходзіць праверку температуры і стану здароўя. У выпадку адхилленью ад нормы до працы не допускаюцца і ідуць на больничным. Що тыжиться потоку покупників, ў будні дні ён поменьшився. Люди стараются закупляться радей і на більш протяглый пиреет. В выходні дні наплыв неплохой люди закупаются на выходні, а в будні дні так, после час пік, после пяти, после четырех часов вечера, ну і до конца. Очень много людей в масках, много в перчатках. Некоторые соблюдає дистанцію, вот мы сделали разметку, некоторые – нет. Все в полном ассортименте, в наличии, вопросов нет. То, что нам необходимо, по мере надобностей заказываем. Работники гандлю пачас эпідемії знаходзяцца на перадовой, як і урачы, і кожны дзене вслуговуюць сотні людзей. У мэтах агульной безпекі яны просьць пакупніков не забываць об мерах застяроги. Наприклад, захаванні дистанцій ў полтора метра. Заміст таго, каб штурхаць адзін аднаго, можна пачакаць або ведліва звернуцца с просьбай. А крімя таго, не варта кашляць або чыхаць над прылауками альбо кранаць товары брудными руками. Што тычыцца наявності продуктав і їх кошту, сітуація стабільнае. Гародніна, Садовіна і Крупы на поліцях, а скачок кошту, викликаный першопочатковым ажіотажем, змініўся паступовым зніжэнням. Управління по праце занятості соціяльной обороні Гомельска-Хагарва-Канкама і обласное управління департамента Державной інспекції працы сьогодні правялі праму і телефонную лінію. На протягу годіни можна було отримаць адказы на питанні патэмі аховы працы. Што хвалюе роботніка ў працпраємство і організація регіона, ведаюць нашы корэспондэнты. Праму і телефонную лінію прасвятили су святному дню аховы працы, які з 2003 года адзнашэцца 28-го красавіка. Дэвіз кожны год зміняецца, але завсёду ён звязаны з захаванням безпекі людзей на вытворчасті, незалежна ад формы власності. Правідзіння праму і телефонной ліній дазваляець свяржаць, сітуація на працпраємствах яшчэ далёкая ад ідеальный. Недзі працівнюків прамушаюць виконуваць роботы, які пагражаюць здоров'ю. Недзі пастоянна затримлююць выплату зарплаты. Яшчэ адзін факт – работнікаў прамушаюць набуваць сродкі індивідуальный обороны за власны кошт. Некоторі нанимателі дажа ставят вапрот, щоб работнік сам сябя обеспечив али сам за свій день не пакупал. Тоді були роз'яснення, що це со сторона нанимателі незаконне требування, і ці вапрошы будуть решацься в соответстві з законодавцем Республіки Беларусь. Але саме важне в цьому вапроші, що лиця, які уйдут на роботу, будуть вернутися дому. Тобто на предприятиях і організаціях будуть создані услові безпасності труда. Нелега сказаць, що усіні шасні выпадки відбуваюця тільки па віне наймальніків. Вільмі часто работнікі самі ігноруюць в патрабуванні правилам аховы праці. Але якою б і не була причина, вийнік завсюди сумний. У гэтам годзі на гомішені загинули на витворчасті три чоловіки. Яші більш тривожна літошня статистика, особливо, коли проаналізаваць яє у цілому па країні. Якщо аналізірувати несчастні случаи на производстві по прошлому году, у нас погиб 141 чоловік в Республіки. Це фактически кажді 2,5 дня погибає один работнік именно на производстві. Травма с тяжелым исходом в прошлом году получила 710. Опять же, якщо розділити на калічіство рабочих дні, то кожний день 2 чоловіка получають травму с тяжелым исходом. Це дуже больші цифри. Звороти, які поступили на прямую лінію, на контролі. Управління по праці, занятості і соціальні обороні гомірського Гарвы Конкамо і обласне управління Департамента Державній інспекції праці працівну з моніторинних ситуацій. Олексінь Сурова, Ольга Коновалова, Євген Макіенка, телерадиокампанія «Гоміль». 40-метровая графіці як сучасний спосіб адлюструвати гісторію перемоги у обліччя городу. У Гомілі на самой долгій вулиці мостаки дизайнери створили портрет героя Советського Союза Емельяна Барикіна. Даречі, мінавітаў яго гонор названа і сама вулиця, на якій отримало прапіску малявнічае палатно. Ємельян Барикін особа саправды легендарна. Угады войны ён створаў большавицкая подполі і партизанскі рух. Стоял на перадавоў эвакуацій Гомілі, а пасля перамогі аднаўляў город з руін. Пахавалі героя ў самым гоноровым місце города – ля вечнага огню. Ал пам'ять яго імем назвалі 16-ю школу і ціплоход міжнароднага маршруту. Праўда, сёння на карте города засталася толькі вулиця ў гонор героя. Мінавіта тут було вырашэно створыць портрет партизана площы ў 200 квадратных метров. На фасаде 9-й поверховкі на 30-метровой вышіні работы вяліся з допамогой автовышкі. За основу портрета ў стыле фотореал узяли адзін самых вядомых з дымкаў Барикіна, дзе ўн с бородой і ў гімнастёрцы. А символічным фоном став сосновый лес, дзе ў военны годы шлі партизанскі апіраціі. Качество материалов, в принципі, на высшем уровне, краска испанская, должна простоять очень долго. Фасад, в принципі, в хорошем состоянии был. То есть, единственное, что начало было, мы делали разметку проекторам. Вечером, в тёмное время суток, наносили набросок по проектору. Створыням портрета займалася команда вопытных мостаков. Им належить авторство масштабных росписов в Гомеле, Минску, Москве и інших городах. А идею для их нового творчого проекта некалькі месяцев тому пропоновали минавитага мельчане. Во время встречи председателя облсполкома с Иваном Двитичем Кундрусевым, это ветеран Великой Отечественной войны, который на вопрос, нам, что вам что-то надо, он сказал мне лично, ничего не надо, но я вас очень прошу, у нас в Гомельской области должен быть памятник партизанам. И вот, наверное, в течение двух месяцев мы очень быстро прошли все необходимые стадии согласования проекта. Завершить работы плановалось до майских свят, а лимастаки справились ранее. По мерковании старшиня был в оконкам и Геннадия Соловья. В перспективе на улице Барыкина, где зараз ведется активная шмат-поверховая забудова, треба створить невеликий парк, а у им усталевать помняк герою. Ганна Ковалева, Ганна Корольчук, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленовин. Экологи закликают насельництво не выкарстовывать штучные кветки подчас наведывания могилок и братских похаванев. Прыгожие с выгляду, и они не только наносят шкоду природе, але могут быть небезпечными. Специалисты приводят статистику, что год только на Радаунице у целом по краине могилки наведывая каля полутора миллионов человек. Навод, коли каждый третий из них купить по две штучные кветки, на могилках застанется каля миллиона пластиковых выработок. Коли они приходят у непридатность, створают новые звалки, где больше за 100 годов раскладаются под узденем розных температур и опадков. У свою чергу гэта оказывает истотный уплыв на новокольной осеродзе. Токсичные речевы забруживают глебу, поветро и грунтовые воды. При гэт им перепрацовывать такие кветки у якости другосной сыровины нельха. Цветы – это не один вид пластика. Это разные, то есть лепесток, может быть, с латекса, стебель с ПВХ или других видов пластика. Также они дополняются металлическим стержнем, что делает практически невозможным сортировку этих цветов и дальнейшее использование пластика. При этом пластик все остается таким же вредным, как для окружающей среды, так и, собственно говоря, для самого человека. Мы предлагаем альтернативный вариант, то есть есть прекрасные варианты и давно использованы. Это украшение могил живыми цветами, как однолетниками, обустройство газонов, посадка кустарников, хвойных деревьев, декоративных деревьев. Музыка без межау, традиционный великодный концерт, камер на хохору, областной филармонии все лето пройдет в режиме онлайн. Трансляция с колонной залы Палаца Румянцевых и Паскевича в Будде вестись завтра с 13 до 14 годин на офицейных сторонках телеканала «Беларусь 4 Гомель», в социальных сетках «Уконтакте» и «Фейсбук», а так самое на офицейном канале «Уютуб». Знакометы коллектив выступить под керавництвом заслуженного деятельства культуры Республики Беларусь мастацкого керавника и дирижора Олены Соколовой. У программе страдавние песнопенни и романсы, классичная и эстрадная музыка 19-20 стагодзев. У выконании солистов камерного хору вядомые творы кожный раз набывают новы из мест. Гэтая, а так само иншая новинная информация об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Угнал авто, чтобы доехать домой, оставил в машине свой мобильник. Находясь под шофе, житель Лоева воспользовался незапертым «Опелем», проехал на нем 20 метров и бросил неподалеку от места угона. После того, как сестра хозяина заявила об этом в милицию, воришку удалось задержать по горячим следам. Конечно, если бы он оставил на месте преступления паспорт, личность нарушителя установили бы сразу. А так оперативникам понадобилось около 20 минут. В общем, взяли угонщика с поличным. Он рассказал, что перепутал автомобиль с машиной друга. А когда осмотрелся и понял, что иномарка не его, остановился, заглушил двигатель и покинул авто. К слову, на момент угона двери «Опеля» были открыты, а ключи торчали в замке зажигания. Сегодня ночью в Ветковском районе в горящем автомобиле погибли два человека. Машина воспламенилась после ДТП. На 45-м километре автодороги Р-30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямная водитель «Фольксвагена» съехал в кювет и врезался в дерево, после чего его автомобиль загорелся. Пассажиры, мужчина, который управлял машиной, погибли на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Есть версия, что водитель не справился с управлением. На пожарах за минувшие сутки спасатели вытащили из огня трех человек. По линии МЧС в областном центре были зафиксированы два пожара. И в обоих случаях понадобилась экстренная помощь работников службы спасения. Сначала на улице героев-подпольщиков из задымленной квартиры спасатели вынесли 38-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. А ближе к вечеру спасли на пожаре двух пенсионерок. Из-за отравления продуктами горения они не могли передвигаться. В обоих случаях предварительная версия причины возгорания – неосторожность в обращении с огнем при курении. На этих пожарах спасено три человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем гражданам Гомельской области и напомнить, что курение в постели является одной из причин пожаров и гибели людей от них. Формула проста – выпил, закурил, уснул. И эта формула всегда приводит к трагическим последствиям. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Чемпионат Беларуси по волейболу завершается досрочно. Такое решение Федерация озвучила сегодня. Соревнования в этом сезоне завершаются без определения победителей и призеров. Какие команды будут представлять нашу страну в Еврокубках, станет известно позже. Соответствующее решение будет приниматься совместно с Европейской конфедерацией волейбола. Тем временем чемпионат Беларуси по гандболу возобновится уже завтра. 22 апреля мужская команда гандбольного клуба «Гомель» встретится на выезде с Минским СКА. Матч пройдет на площадке столичного дома гандбола. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Осуществлять трансляцию будет портал «Спорт ТВ Бай». Настроение боевое, хорошее. Мы готовимся. Сейчас у нас предстоит две игры. В среду и в субботу в Минске. Настрой боевой. Будем пытаться отдать все силы, которые у нас есть на площадке. Отмечу, пауза в календаре мужского чемпионата предполагалась изначально. В это время планировалось проведение матчей сборной Беларуси. Однако международные поединки были отменены. Гомельские гандболисты в это время продолжали тренироваться. К поединку с Минским СКА представители областного центра готовы. Подготовка шла в таком режиме, который планировалось все по плану. Ничего не меняли мы в подготовке, с учетом наших травм, каких-то таких особенностей. Напомню, в женском чемпионате Беларуси пауза продолжится до 9 мая. Даты перенесенных матчей федерация сообщит позже. Продлена пауза в чемпионате Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Такое решение принято на заседании Белорусской ассоциации мини-футбола. Старт плей-офф чемпионата перенесен на 9 мая. Напомню, ранее называлась дата 25 апреля. Приостановлен пока и учебно-тренировочный процесс. Продолжится ли чемпионат, станет известно 4 мая после проведения очередного заседания ассоциации. Хоккейный клуб «Гомель» продлил контракт с голкипером Алексеем Мерзловым. 22-летний вратарь в минувшем сезоне успел сыграть в «Оршанском локомотиве» и «Гомеле». В «Орше» он вышел на лед в 15 матчах и отразил 95% бросков. После возвращения в «Гомель» он сыграл в 11 играх и регулярке. В составе «Рыси» у него зафиксировано 90% от брошенных шайб. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин